Здравствуйте, меня зовут Евгений и мы продолжаем изучать Autodesk Fusion 360. На прошлом занятии мы рассмотрели инструменты создания двухмерных эскизов, скетчей. Итак, продолжим. Начнем с инструмента Fillet. Первое, что нам нужно, это создать эскиз. Используем инструмент линия. Создадим какой-то вот такой произвольный замкнутый контур. Не обязательно замкнутый на самом деле. Выдем из инструмента и вызовем инструмент Fillet. Так, наводим, выделяется одна линия темно-синим и потом вторая. Появилось такое скругление радиусом 15 мм. Можем подвигать так вот за стрелочку. Сделаем, например, 10 мм. Мы вышли из этого инструмента, вызовем его снова. Fillet. Также выделим одну линию и вторую. Он автоматически предлагает 10 мм, то есть последнее введенное значение. То есть нам предложили сделать 10 мм здесь, 10 мм здесь. На самом деле можно выделить одну линию и вторую, прокликать их. А можно навести просто вот так на угол. Появляется такая красная демонстрационная линия. Мы кликаем и скругление дорисовывается. Также можно это делать не на замкнутых контурах. Вот такой вот очень нужный. Вот здесь ошибка, потому что очень большой радиус скругления получается. Давайте. 3 мм, да, в самый раз будет. Вот если мы просто будем увеличивать, то увидим, как вот так вот разрезается. Поэтому, скажем так, размеры скругления нужно выбирать адекватно, размером чертежа. Итак, нажимаем Stop Sketch и рассмотрим следующий инструмент Trim. Для этого немножко модифицируем уже наш существующий эскиз. Нажимаем Edit Sketch. И вот какие-то вот такие вот линии здесь вот создадим. Такой вот бардак нарисуем, да. Вот, и, ну, при этом, скажем, у нас стоит задача избавиться от всех внутренних линий и вернуться к тому первоначальному контуру, который у нас с вами был. Вызываем инструмент Trim. Наводим вот так вот на линии. И видим, они подсвечиваются красным. То есть, выделенный красным фрагмент, кликая на него, мы его удаляем. То есть, мы можем так вот очистить наш контур, удалив ненужные нам фрагменты. Можем разрывать вот такие замкнутые контуры, например. Ну, замкнутые контуры можно применить с операцией Extrude. Следующий инструмент, инструмент Extend. Продлить. То есть, это, на самом деле, инструмент обратно инструменту Trim. Вот так вот прокликивая линию, она появляется красненьким. И она продлевается на некоторое расстояние. Так вот, например, можем сделать это в эту сторону. То есть, когда мы наводим с левой стороны линии, он предлагает продлить ее в одну сторону. С другой стороны линии он предлагает продлить ее в другую. Вот. Почему он не предлагает сделать это сразу до пересечения с другой линии? Ну, я предполагаю, потому что вот в этом месте он предлагает продлить ее на маленький такой отрезок, потому что есть, скажем, некоторая линия вот этого вот. То есть, она как бы продляется сюда. И ее, скажем, некоторое продолжение пересекается вот с этой линией, вот этой точки. И вот поэтому, чем больше здесь вот у нас разных линий, тем на вот меньшие такие фрагментики он будет каждый раз нам предлагать все это продлять. Вот. Поэтому нужно просто все это вот так выделять, прокликивать. Вот. Инструмент тоже очень полезный. Например, когда мы что-то лишнее вырезали, нам нужно опять восстановить. Также вот он может, например, восстановить не только линии, но и скругление. Это у нас некоторые окружности. Мы можем восстановить вот так вот эти окружности. Например, все вот здесь восстановить. Вот так. Вот такой инструмент. Тоже очень удобный и полезный. Так. Следующий инструмент. Инструмент break. Разбить. Создадим линию. Потом создадим линию, которая пересекает вот так вот другие линии. И создадим еще одну линию. И на нее поставим некоторые точки. Вот наши поинты. Так вот. Выделим все это. И вызовем сами инструмент. Хотя на самом деле сначала продемонстрируем. То есть эту линию мы можем так подвигать вверх-вниз. Эта линия мы видим, что она тоже целиком перемещается. Ну вот этот отрезок мы тоже можем подвигать. Видим, что он перемещается вместе с точками. Теперь вызовем инструмент break. Разбить. Мы ничего не можем сделать вот с этой линии. Здесь есть раз точка, линия и точка. Когда мы выделяем этот фрагмент, мы видим, что появляются такие красные крестики. Такие разбивочные. То есть мы кликаем здесь. Потом вот тут появилось две точки у нас. То есть мы... Чем ближе к какой стороне мы подвигаем, там крестика нам предлагает сделать разбивку. То есть здесь сделаем... Ну вот здесь, например, сделаем разбивку. А здесь мы опять-таки этого сделать не можем. Теперь закроем этот инструмент и посмотрим, что же у нас получилось. То есть эта линия у нас как двигалась, так и двигается. Это с точками тоже двигается. А вот эта линия была разбита на такие отдельные маленькие фрагментики. То есть как бы мы можем... У нас появились такие вот точки, узлы. И мы можем их подвигать и поменять, скажем, кривизну нашей базовой линии. И видим, что она уже не является какой-то одной линией. То есть мы ее разбили на разные фрагменты. То есть что можно сказать, что инструмент этот не применяется к целой линии. Он применяется только к линии, которые пересекают другие линии. Если стоят точки, то это не годится. Наверное, нам нужно через эту точку нарисовать какую-то прямую. И только после этого, вызов инструмент Break, он нам предложит вот здесь вот разбить. Да, вот сейчас мы выделяем эту точку. Она нам не дает это сделать. Похоже, даже в этот раз не получилось что-то сделать. Так, вызовем еще раз Break. Так, и создадим контур. Да, вот теперь она предлагает. Но здесь из-за первоначальной точки она не дает. То есть получается, только для пресекаемых друг друга линий этот инструмент работает. Итак, продолжим. Следующий инструмент, инструмент Sketch Scale. Но для этого нам нужно выбрать, скажем, какой-то контур. Затем выбрать Sketch Scale. Он показывает, что здесь 25 точек. 25 элементов. То есть здесь это точки и вот эти наши линии. Потом мы выбираем точку, относительно которой мы хотим все это масштабировать. Так, получилось? Нет? Вот эта точка пусть будет. И такая стрелочка появилась. Можем влево подвигать. Сейчас 0. И так двигаем вправо. И увеличиваем размерами. То есть, например, можем где-то относить начало координат, например, привязать, увеличить. То есть, например, введенная здесь в диалоговом окошке единичка говорит, что это первоначальный размер. 0.5. 0.5 это половина. Но 2 это в 2 раза будет больше. Вернем базовую единичку. ОК. Вот такой инструмент масштабирования. Некоторых элементов присутствует в функционале. Вот здесь вот. Следующий инструмент, инструмент Offset. Смещение. Мы можем, например, выбрать вот эту линию. Нам предложат, скажем, копировать ее, но с некоторым смещением относительно вот этой. Нажимаем ОК. Я себе инструмент Offset поставил на панель инструментов. Для более удобного, скажем, я могу выделить вот этот контур. Вот он по некоторым алгоритмам предлагает все это нам сместить. Так, чтобы вот эту линию можно. Так, но это не основная. Вот, например, сейчас используем инструмент Spline. Например, на виде сверху. Такую сложную форму. И мы, например, хотим создать тонкостенный элемент, чтобы вытягивание получился некоторым такой... изогнутый профиль. Также мы можем применить инструмент Spline к этому профилю, к этой кривой. Так, сместить либо ползунком в одну или другую сторону. Причем видим, что, например, сюда у нас считается плюс. Например, можно сделать плюс 5 миллиметров. Сюда можно сделать минус 5 миллиметров. Ну, например, сделаем минус 10 миллиметров. Нажмем Enter. Чтобы завершить выдавливание, нам нужно замкнуть контур. Так, сделаем это вот так. Используем операцию Extrude. И вот так вот выдвинуем все это. Окей. Вот такое вот тело волнообразной формы у нас с вами получилось. Так, активируем наш эскиз. Отключим видимость нашего тела. И посмотрим, какой у нас следующий инструмент. А следующий инструмент у нас Mirror. Зеркаливание. То есть сейчас он не активен, потому что нам нужно выйти к редактированию скетча. Заходим, Edit Sketch. Активируем. И появляется инструмент Mirror. Сразу посмотрим, выделяется ли наш... Нет, не выделяется. Поэтому нам нужно задать еще линию, относительно которой мы будем с вами осуществлять зеркальное отображение. Сделаем сюда. И, например, вот такую линию завершим. Теперь вызовем инструмент Mirror. Выделим... Вот так все наши элементы. Выделим линию, относительно которой мы хотим все это зеркалить. Посмотрим. Да, у нас все элементы есть. Можем либо относительно вот этой линии, например, отзеркалить. Давайте делаем относительно вот этой. Нажмем ОК. И также можем применить операцию Extrude. К одному профилю и второму. Ну, произвести вот такое некоторое выдавливание. Вот такие вот два профиля получились у нас. Отключим видимость тел. И посмотрим, какие инструменты у нас еще с вами остались. Так. Нажмем кнопочку New Design. Создадим Sketch. И, например, вот здесь вот сверху создадим окружность. И на окружность создадим вот так вот. Еще, например, еще вот такую-то одну окружность. И какой-то здесь, например, вот тут окружность еще сделаем. Выберем круговой массив Circular Pattern. Для начала нам предлагают выбрать объект, который мы хотим с вами копировать. Ну, в данном случае это вот эта окружность. Потом он предлагает выбрать Center Point. То есть мы можем выбрать, например, вот эту точку. Quantity. И мы, например, увеличиваем количество элементов, которые мы копируем по кругу относительно этой точки. Также мы можем убрать эту точку и вместо нее использовать, выделить окружность. В принципе, будет тот же самый эффект. У нас здесь есть с вами тип, скажем так, построения Full. Это на 36 градусов. Можно, например, сделать Angle и задать, например, какой-нибудь угол, например, в 200 градусов. То есть на угле 200 градусов мы хотим разместить 8 элементов. Ну, собственно, Suppress. То есть мы можем поставить галочку. И видим, здесь появляются такие квадратики с галочками возле каждой окружности. В принципе, мы можем, например, через одну, там, либо в таком порядке, некоторые из них отключать. Нажимем ОК. Ну, вот так вот у нас получился массивчик. А теперь вернемся обратно к круговому массиву Circular Pattern и кликнем на объект вот эту окружность. И вместо Center Point укажем точку начала координат. Увеличим количество окружности. Нажим ОК. Принципиально ничем не отличается это копирование от вот этого. Итак, Rectangular Pattern. Это у нас квадратный шаблон. Предполагается выделить вот эти объекты. Появилось две стрелочки. Можно, например, потянуть сюда. И потянуть вот так вот вниз. Вот здесь вот есть коллери. Это вот первая линия. То есть, давайте сделаем поменьше. Два. Вот так вот. Немножко вытянем сюда. Можем сделать, например, три. И видим, что добавляется еще один столбик у нас. Так вот, четыре будет. Здесь есть в Distance Type такая настройка, как Extend либо Spacing. Когда у нас здесь стоит Extend, вот здесь в графе Distance, мы можем задать, например, 300. 300 миллиметров. О чем это говорит? Это говорит, что от первого элемента до последнего у нас с вами 300 миллиметров. Так, я отключил инструмент случайно. Вызову его еще раз. Так, это круговой. Квадратный массив. Давайте еще раз. 300 миллиметров. Когда мы с вами здесь выберем в Distance Type Spacing, мы, например, говорим, мы не знаем, например, длину, какая у нас максимальная должна быть, но мы знаем, что расстояние между каждым элементом должно быть, например, 200 миллиметров. Вели 200 миллиметров, и между каждым элементом, то есть шагом в 200 миллиметров, мы будем дублировать еще наши объекты. То есть, например, если мы в количестве добавим 4, то как бы видим, что они не будут уплотняться, а будут сдвигаться на 200 миллиметров дальше, дальше, дальше. Вот так вот. Потащив за вторую стрелочку, мы можем увеличить, не увеличить, а выбрать направление, то есть в эту сторону, либо в эту сторону, можем в вторую сторону копировать наши элементы. тут есть такой ползуночек, в принципе, за которым мы можем тянуть и тоже там увеличивать количество наших объектов, но это не очень удобно, я считаю. Не очень корректный инструмент сейчас работает. Так. Сделаем отмену и нарисуем, например, вот линию вот в эту сторону, либо как-нибудь вот так вот сюда, вот наверх. Наждаем Escape. И выберем опять инструмент квадратный массив. Выделим наши тела. И вот в графе Directions мы выберем, например, вот эту линию. Видим, наши стрелочки повернулись, и мы можем потянуть за нее и как бы задать уже совсем другое направление для вытягивания. По умолчанию направление вытягивания получается, что привязаны к нашим осям. Это ось X и ось Z в данном случае. Вот такой вот инструмент. Можем потянуть во вторую сторону. Также можем suppress включить или отключить. Это подавление некоторых элементов. Например, хотим вот так вот убрать их. Ну и нажмем ОК. Вот такой интересный инструмент, позволяющий ускорить процесс построения однотипных элементов. Такой инструмент, как Sketch Dimension, мы уже с вами смотрели, это инструмент для нанесения размеров. То есть, например, здесь пусть будет 300 мм. ОК. Также инструмент вызывается нажатием клавиши D. Вот здесь это видно. Можно нажать клавишу D и вызвать этот инструмент. Очень важно, чтобы на раскладке была английская. Чтобы стояла английская раскладка на клавиатуре. То есть, например, здесь делаем 400 мм. Вот так вот, хорошо. Ну, с этими инструментами, наверное, все. На следующем занятии мы рассмотрим, как делать проекции. Пока что спасибо за внимание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА